друзья привет с вами снова марк рыбак и смена и сегодня у меня такой странный выпуск о том как фотолюбители вкладывают свои деньги в японскую экономику этот выпуск получился спонтанно идея его пришла мне спонтанно потому что под моим выпуском про кризис где была информация о том что компания fuji film подала петицию в собственно говоря в администрацию президента поддержки компаний фото бизнеса до появились комментарии детский почему это российская федерация должна поддерживать японскую компанию сейчас я попытаюсь объяснить что же происходит фото бизнесе и как он вообще устроен в современном мире давайте начнем дело в том что современный фото бизнес это японская монополия я не говорю сейчас про россию это японская монополия во всем мире сейчас я вам объясню почему это так потому что если мы вспомним любой бренд производства современных там цифровых фотоаппаратов то это будет японский бренд canon nikon sony olympus pentax это все японское производство то есть сейчас нет ни одного более менее интересного фотоаппарата который производился хотя бы даже в китае или в южной корее все фотоаппараты производятся в японии как так получилось это вопрос довольно серьезный да учитывая что в начале прошлого века двадцатого века лидировали в этом вопросе конечно же немцы да но за двадцатый век начиная там с тридцатых годов вот когда кэнон начал производство своих камер и заканчивая там девяностыми да когда уже очень стало всем понятно что современный фотоаппарат это теперь электронно-оптическая система с автофокусом с перетяжкой пленки и так далее и к вот этому механическому этапу фотографии уже никогда не вернется и то что начали японцы начиная вот с этого по с этого подражательства немцам они довели до абсолютно другого продукта и в тот момент никто кроме японцев таких продуктов больше не создавал в тот момент и началась вот это вот японская монополия тем более что впоследствии каким-то образом японцы обрели монополию еще на производство матриц хотя первая матрица производила компания кодек но сейчас все матрицы производятся в японии и я насколько знаю sony наиболее преуспевающая компания в этом вопросе тем более что даже если да вот сейчас кто-то соберется производить свои фотоаппараты то он будет матрицы покупать в японии хотя и такого не происходит вот китайцы сейчас делают автофокусные объективы но тем не менее сами камеры они делать почему-то не умеют так что это абсолютно японский сегмент то есть представляете сколько людей в мире ну фотографы любители или профессионально занимаются фотографии или сейчас еще всякий все кинопроизводство переходит на цифру и все все весь этот продакшн он переходит на вот эти японские камеры вы представляете какой объем производства да и все это принадлежит одной маленькой стране но на этом вопрос не заканчивается да например если мы вспомним пленочную фотографию то конечно кто в пленочной фотографии лидировал ну конечно мы вспомним компанию кодек до компания кодек была наиболее крутой с точки зрения производства пленки но наверное второй компанией после кодек была уже компания fujifilm которая собственно является японской корпорации да и еще один момент я то в этом ну работал это то что обычный любитель это за кулисами его происходит да это обработка вот пленок цветных печать фотографий цветных что это такое это индустрия производства мини фото лаборатории то есть вот этих станков на котором производятся автоматически вот эти вот химико-фотографические процессы так вот я вам скажу что производство мини лабов тоже лидировала всегда япония хотя опять же мини лабы начали запускать в свое время сначала кодек тем не менее японцы довели это до филигранной технологии да они то есть мини лаб же в нем не только важно качественно провести процесс а еще сделать его быстрым и производительным потому что это технология для зарабатывания денег и там очень важно именно потоковость до быстрота потока и вот я работал в кодеке и кодек сотрудничал с компанией норицу то есть все кто работали по кодеку по крайней мере в россии точно все работали на мини лабах компании норицу да сейчас это вымирающий бизнес но тем не менее на протяжении там многих ну на протяжении десятков лет он был очень востребован и эти аппараты не стоили очень больших денег и так на рынке мини лабов в основном опять же фигурировали японцы это в норицу fuji film это коника в тот момент чем было по моему сейчас уже коника умерла окончательно и были немцы до немцы этой немецкая компания акфа потом греток по моему это тоже были немцы то есть какие-то европейцы частично участвовали в этом процессе но очень мало еще один момент конечно мини лабы умирают именела бы рано или поздно перестанут существовать как вот этот вот старый химический мокрый способ печати фотографий и вообще фотографии стали печатать меньше потому что ну пришла цифра больше их смотрят на мониторах даже на мониторах телефонов но тем не менее технология которая уже пришла как бы на смену мини лабам и просто еще нифига не подешевела ну должна когда-нибудь подешеветь эта технология струйной печати которая собственно говоря тоже принадлежит японцам как мы выяснили компания canon опять же была первопроходцем изобретателем струйной технологии а сейчас самые популярные самые модные струйные принтеры которые дают очень хорошее качество и широкие форматы это epson и насколько я понимаю цен это тоже японцы то есть грубо говоря весь мировой фото бизнес а сейчас еще и большая часть кинобизнеса это японские ну японские товары японские продукты это японская монополия и если вы покупаете фотоаппарат если вы покупаете объектив если вы покупаете принтер себе струйный для того чтобы печатать фотографии если вы идете сдавать фотографии печатать в лабораторию вы вкладываете свои деньги в японскую экономику. И нужно это прекрасно понимать. И поддержка предприятий, которые занимаются фотобизнесом, это поддержка японской экономики. Так уж получилось, так уж в этом смысле очень молодцы японцы. Они так такие продукты изобрели, такие технологии ввели, что никто их не может обогнать даже в современном мире, где очень много ученых во всех странах и очень много инженеров. Ну я про Россию молчу. Это отдельный момент. Мне до сих пор непонятно, почему на Красногорском заводе не могут воткнуть в объектив моторчик, тогда как Canon это сделали 30 лет назад. Мне кажется, ну можно было бы в стране, которая первого человека в космос запустила, ну как-то придумать, как сделать автофокусный объектив. Но факт тот, что реальность такова. Хотите поддерживать фото-бизнес, вам придется поддерживать японскую экономику и эту страну, Японию. Потому что вам придется туда отправить деньги. И никаких иллюзий не испытывайте. Если вы фотолюбитель или если вы профессионал, то вы регулярно отправляете свои деньги в Японию за то, что люди там придумывают то, на что вы хотите потратить. Такова реальность. И даже ни в какую, ни в другую страну, ни в Америку, ни в Германию. Только в Японию. Только японцам. Японцы the best на рынке фототехники, на рынке фотографий в принципе в мире. Вот. Такое небольшое или даже очень большое пояснение к моему ролику про кризис. Сегодня с вами был Марк Рыбак. Переходите в описание. Там есть все мои контакты. Вы можете заказать у меня следующие услуги. Можете заказать консультацию, съемку, фото-тур, онлайн-курс или приобрести мой учебник фотография для начинающих. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До свидания.